сегодня у нас 28 сентября 2017 года кто-то к нам уже помидоры принес милость божья сегодня у нас организаторские работы зелен общий на себя старайся не делать только от себя да иначе руки сейчас на паре я хотел вы работаете слушайте я вам расскажу сказку у меня тонкие тонкие на одной речке жил бомбер одинокий построил дом себе хороший ну и ворона говорит а чё не жаль ли что он где ее найдешь хорошую бобриху там внизу по течению она тоже одна живет он взял прутик и на воде написал бобриха выходи за меня замуж я хороший ждет осень прошла нет наверное она мне не доверяет какое-то такое может у нее есть нечего на следующий год он опять прутиком на воде написал выходи за меня замуж я много наготовил чурочек разных березовых осиновых будем зимой гристи вместе нам все-таки не так скучно будет подождал еще два года а ворона говорит так а чё не женишься письмо жду какое жду она давно вышла не уже бобрята говорит там такие бобрята говорит там у нее хорошие вот так письмо прутиком на воде вот написали построить нам от непогоды вот они построили на вокзале я вчера только был опять по судам а целая рядом ходите никита оставь там все ты мне осиновых еще две толстые сделай еще должна тетя надо прийти а то не хватит вот эта куча 150 свайб а в никита насчитал 200 вот так вот слава богу я думаю сейчас Валя придет я его пошлю Сашке сказать Саша стоя не ходить ничего помоги а потом пасет опять сорвалось надо Нину позвать а кто бы сходил нет она не поет у нее грижа она же вылазит постоянно пускай она вот так вот прижмется и скажет я хорошая что-то есть вот на рожок козла она живет грижей а одна причина скучает а грижа ее и донимает смерть когда приходит она ищет кто лежит в углу под образами на лапке сейчас я не знаю точно автора назвать он описывает говорит в одну деревню пришел что-то тишина такая зашел здоровый мужик лежит он говорит что лежит да помирать буду сегодня как помирать то да все уже сделал говорит исповедался причастился да ка че у тебя болит нет еще не болит да ка че помирать то да так как то что то не знаю как то муторно на душе ну ты ходить то можешь да конечно могу я и бегать могу да как же помирать то лег а все не знаю ну так вставай да нет я помирать лег ягод поговорил поговорил а он врач давай я тебя осмотрю а что смотреть то сырой помирать будут вот давай его осматривать осмотрел ничего нету а запора нету да нету ничего не какое то ягод пока других то принимал ко мне там прибегают и говорят А дядя Трофим помер. Вот как люди раньше жили. Заранее готовили домовину, смертное платье. Ложился и помирал. Это у Лискова. У Лискова этот рассказ. У Лискова, Лискова. У Лискова? Да. Ну вот я забыл. А вот баба Серафима сказала 20 октября. У Лискова Николая Семеновича. Это с натуры пишет. Тетя Валя говорит, что бабушка Серафима сказала 20 числа умрет, 20 октября. 20 октября? Да. Через 10 дней после нашего отъезда. Все, нам больше бобов никто не пришлет. Не уезжайте. Ждите. Она нас где-то марбузами подкармила. А тут все расстроилась из-за этой псалтыри богородичной. Она разобиделась ужасно так. Молилась всю жизнь. Я говорю, да это не от Бога. Это выдумали. Ее в церкви не считают. Восхищение славы Божией. Все, что в Богу. Живые помощи. Все к Богородице. Все слова. Столом 90-й, 50-й. Все точно так же. Эти слова переделали на Богородицу. Да это же богохульство. Кто же это позволил? Бог говорит, славы моей никому не дашь. Ну, я ей рассказала-то. Она как сразу изыграла. Что тут? Я только в всю жизнь молилась. Ну, неправильно. Это мы сидим. Я взял у мамы лестов. Она у Саробряцева. Там покупала. Ну, я посчитал. Мама, а сколько здесь даже? Да это 40. Я посчитал 39. Как же так? Я же брала там у Скинии какой-то. Ну, как же так? Она берет другую лестов. А там 38 бабушек-то. Я говорю, теперь посчитай, мам. Сколько ты не домолилась-то? Ой-ой-ой. Да как же так-то? Это когда Никону сказали, что Аллилуйя, Аллилуйя, два раза это неправильно, а три раза сугубо, он говорит, страшно испугался. Ну, вот так. Если, конечно, сосновые были бы до зимы лестницы, тогда бы снов не было. Слава Христу. Аллилуйя.